КОТЛАС ТВ Восемь пьяных водителей за четыре дня. Итоги профилактической акции от ГИБДД. Концерты, выставки и спортивные мероприятия. Котлас готовится отметить День Победы. Реконструкция ливневой канализации на улице Калинина продолжается. Напомним, что этот участок дорог по-прежнему закрыт для движения машин. За работу отвечает компания Юнистрой. Для отведения воды на улице Калинина появится три новых ливневых колодца. Первый уже установлен. У нас сделано уже процентов 60-70 работ. Мы врезали существующую сеть. Здесь собиралась большая лужа. Вот мы ставим здесь получается один колодец, дальше второй. Они у нас дождевые, которые будут собирать с себя эту воду и она будет уходить соответственно в коллектор ливневой канализации. Реконструкция ливневки обошлась городу в 1 миллион 700 тысяч рублей. В контракт также входит и восстановление асфальта после работ. Да, мы все убираем, где есть, допустим, пустоты, мы там вырезаем, все, отщебеним это, как положено, оттрамбуем и будем укладывать асфальт. По договору срок окончания работ 1 июня. Однако Юнистрой планирует закончить реконструкцию ливневой канализации уже к 10 мая. Напоминаем, с 6 по 7 мая в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия с 7 часов утра до 7 вечера будет перекрыт для движения транспорта участок дороги по улице Луначарского. От улицы Карла Маркса до улицы Ленина. В Котласе на улице Маяковского установили две новые автобусные остановки. Одна появилась у здания бывшего кинотеатра «Спутник», вторая у школы-интерната. Обе на пути следования многих городских автобусов. И ждать общественный транспорт под открытым небом было крайне неудобно. Немало беспокоило Котлашан отсутствие скамеек в новых павильонах. Сегодня городская служба благоустройства доделала начатое. Скамейки появились. С 30 апреля по 3 мая ГИБДД Котласа проводила профилактическую акцию «Трезвый водитель». Проверили более полутора тысяч машин. Восемь водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них повторно. Существенную помощь по выявлению нетрезвых водителей сотрудникам полиции оказывают граждане. За время проведения мероприятий от бдительных Котлашан поступило 10 сообщений об автопьяницах на дорогах. Напомним о санкциях, которые грозят любителям прокатиться под шофе. Законодательством установлена не только административная, но и уголовная ответственность. В первом случае за нетрезвую езду водитель может быть лишен прав на срок от полутора до двух лет, плюс штраф 30 тысяч рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения и освидетельствования – уголовная ответственность. А в случае гибели людей в результате ДТП по вине пьяного водителя ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Выставка-ярмарка плодово-ягодных культур кировского плода питомника. Высокое качество и отличный результат после высадки. Ждем вас в Котласе на площади УТЦ «Адмирал». Котлас готовится отметить День Победы. Во всех учреждениях города пройдут мероприятия, посвященные памятной дате. Куда пойти, в чем принять участие – смотрите далее. Уже завтра 6 мая в молодежном клубе «Спектр» тематический вечер «Песня в солдатской шинели». Также 6 мая в 15 часов в Котласском драматическом театре спектакль по приглашениям для ветеранов «Вдовий пароход». 7 мая в 18 часов постановка «Золотой теленок» в рамках акции «Подари билет ветерану». 7 мая на берегу реки Лиминды пройдет молодежный военно-спортивный слет, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Мероприятие от Котласского дворца культуры 7 мая в 16 часов – спектакль для ветеранов, о чем шумят березы по произведениям Федора Абрамова. 9 мая в 12 часов праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 8 мая в 12 часов праздничный концерт в Лиминском Доме культуры. В 14 часов в Доме культуры «Октябрь» на Доке. 9 мая в 11 часов праздничный концерт в Вычегодском Доме культуры. 9 мая в 16 часов начнется концерт бардовской и военной песни «Под Прагой». Отметят праздник и спортивными мероприятиями 8 мая в 10 часов в Доме физкультуры в поселке Вычегодский турнир по мини-футболу. 9 мая – соревнования по городошному спорту. Уже завтра, 6 мая в 19.30 смотрите в прямом эфире очередной выпуск программы «Поговорим». Тема «Мусорный вопрос. Что происходит с вывозом отходов в Котласе?» У нас в студии соберутся все причастные. Задать вопросы зрители смогут в режиме реального времени. На этом с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Увидимся. На 46-м году жизни скоропостижно скончался старший лейтенант полиции в отставке Слотин Сергей Геннадьевич. После службы в армии Сергей Геннадьевич поступил на службу в милицию. Начинал с должности милиционера ППС Котласского районного отдела внутренних дел, а завершил службу в должности инспектора спецприемника ОМВД России Котласки в 2018 году. Трудовую деятельность продолжил в автошколе «Автолайн». Руководство, сотрудники и ветераны ОМВД России Котлаский приносят глубокие соболезнования отцу, детям, родным и близким Сергея Геннадьевича. Прощание со Слотиным Сергеем Геннадьевичем пройдет 7 мая с 12 до 12.30 в ритуальном зале Котласской центральной городской больницы. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет» — это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет» — детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23. В четверг 6 мая в Котласе будет облачное с прояснениями погода. Осадки маловероятны. Температура воздуха в дневные часы 10 градусов тепла. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.